Россия! 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 Хочу приветствовать здесь моих друзей, руководителей субъектов Российской Федерации, губернаторов и руководителей региональных наших правительств. Я думаю, что их приезд сюда, их презентация проектов туристических – это важное событие. Я очень надеюсь на их энтузиазм и на то, что они вместе с нашим федеральным правительством сделают всю возможность, чтобы привлечь дополнительных китайских наших друзей для поездов в нашу страну, а также и для инвестиций китайского бизнеса в российскую туристическую инфраструктуру. Мы только что были свидетелями разговоров, в частности, иркутский губернатор совершенно справедливо сказал, что от Пекина до его региона гораздо ближе добраться, чем, скажем, от Москвы. Я думаю, это должно быть интересно нашим китайским товарищам. Мы очень рассчитываем на то, что они смогут финансировать эти проекты, так же, как в Алтайе, на Дальнем Востоке. И затем пользоваться в Алтайе своей комиссии не только в смысле коммерческой отдачи, но и в смысле поездок, отдыха и познавательных различных мероприятий. Мы также заинтересованы в том, чтобы потенциальные инвесторы чаще ездили в нашу страну и смотрели на местах наших проектов, изучали местность, что называется, видели непосредственно своими глазами те природные преимущества и инфраструктурные преимущества, которые есть в России, и которые могут стать очень перспективными для их бизнесом. Мы думаем, что все это будет способствовать реализации межведомственного меморандума о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект в сфере туризма на территории Российской Федерации. Дорогие друзья, следующий форум проходит в рамках официального открытия года российского туризма в Китае, который станет одним из важнейших событий в коридоре двусторонних обменов в текущем году и будет способствовать формированию многоприятной атмосферы для дальнейшего углубления российско-китайского стратегического сотрудничества. Проведение года российского туризма предоставит китайским друзьям прекрасную возможность расширить знания российских культурно-исторических традиций, ощутить красоту природы России, познакомиться с сегодняшним днем нашей страны. Это, безусловно, позволит лучше понять жизнь России. Их заботы и чаяния, почувствовать эгость и приимство, а значит, послужит дальнейшему сближению народов России и Китая. О том, о чем также уже говорил мой коллега Ван Саша, я только присоединяюсь к его словам. Уверен, что работа сегодняшнего форума будет успешной и внесет весомый конструктивный вклад в разработку и реализацию совместных планов по выводу российско-китайских туризмских обменов на новые высоты. На высшем политическом уровне установлена цель в 2015 году достичь товарооборотов в 100 миллиардов долларов. И я думаю, что наши мероприятия этого года, посвященные развитию и интенсификации туристического возраста, будут содействовать достижению этой цели. Что немаловажно для российской стороны, туризм это не сырьевая работа с экономией. И я думаю, что в наших отношениях торговых и экономических очень важно наращивание с российской стороны этой не сырьевой составляющей. Мы также говорили о том, что нам не очень нравится на сегодня этот дисбаланс. Мы очень надеемся, что высококачественные туристические услуги в будущем будут занимать все больше укинный вес в нашем товарообменном. Спасибо, дорогие китайские друзья, спасибо, мои российские коллеги. И я желаю всем вам успешно и благодарю за внимание. Удачи на уходу, горе! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И то, что когда я отражу до сих пор,我 принял обратное предложение исключение наột государства 20000. Ущее количество евак ... То есть в refresh ... Есть, кроме праздновATION, по медицинism ... Изчи любого мира государства, увеличение демeland Arepeouredcen�� силойiene Великой Перных, Совacing resources ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В этом году внутренний туристический поток вырос на 8%, составил более 23 миллионов человек. Въезд иностранных граждан Российского Федерации достиг 25 миллионов прибытий. Поездной поток увеличился на 11% и превысил 44 миллионов поездок. В 2011 году была принята федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Ее реализация позволит достичь объема, рост объемов внутреннего и въездного туризма до 15% в год. Являясь одним из важных источников обеспечения занятости и экономического роста, туристская отрасль выступает локализатором социально-экономического развития всех регионов Российской Федерации. Объем платы по услугу населению, оказанных предприятиями ториндустрии в 2011 году, составил 216 миллиардов рублей. В настоящее время туризм в России является одним из важных факторов, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сверхэкономических деятельностей, как транспорт, связь, торговля, услуги туристических компаний, производство сувениров и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли. Доля туризма в УВП страны составила 3,4%, а с учетом интелликативного эффекта 6,7%. Во многих регионах Российской Федерации представлены широкий спектр привлекательных туристических услуг, пользующихся большой популярностью у российских и иностранных туристов. Наличие разнообразных туристко-рекляционных ресурсов позволяет развивать практически все виды туризма. Важнейшим и при этом преимуществом туристической области Российской Федерации является историко-культурное наследие. Россия имеет колоссальный потенциал для развития культурно-познавательного туризма. В стране насчитывается 2368 музеев, 477 исторических городов, почти 99 тысяч памятников в истории культуры, 15 объектов культурного наследия, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особый интерес для России представляет развитие делового туризма, бизнес-туризма как грез-туризма. Доля которого в омутрии в новом структурном потоке постоянно возрастает. С значительной динамики спроса и масштабным строительством новых объектов отличается активный, в том числе и горнолыжный туризм, как один из самых быстро растущих видов туризма. К активно развивающимся видам туризма в России можно отнести рекреационный, авторитетный туризм, сельский, автомобильный, экологический туризм, морские и морские туризмы, включая яхтенный туризм. Что касается российско-китайского туризма, необходимо отметить, что с 2009 года наметилась устойчивая тенденция к росту взаимных поездок до 10% ежегодно с каждой стороны. Наиболее популярными среди китайских туристов в России являются города Москва и Санкт-Петербург, круизы по Волге, но и областные и районные центры приграничных регионах. Граждане Китая предпочитают маршруты связанных с историческими событиями, такими как Октябрьская революция, Гражданская и Великая Отечественная война. В 2012 году мы ожидаем рост прибытия из Китая, полагающего в количестве 31 миллион поездок. Этому будет способствовать и информационная составляющая нашего сотрудничества. Особую роль в развитии российско-китайского сотрудничества и туризма играет совместная подкомиссия по туризму в рамках одним из новых министового сотрудничества. В последние годы намечается значительная активизация в региональных связи сферой туризма. Мы же ожидаем о проведении взаимных годов туризма между Россией и Китаем не только увеличения тот подобный, но и развития инвестиционного сотрудничества. Этой целью будет способствовать широкий обмен информации об инвестиционных проектах сторон, а также настоящий форум, на котором представлены 12 регионов российской регионы. Уверен, что и китайские коллеги могут предложить российских инвесторов выгодные проекты в этой связи. Существенным фактором развития отрасли является профессионализм сотрудников. В последние годы реализовывались программы совместной подготовки кадров для отрасли туризма. Проведены 4 российско-китайских форума с участием представителей предыдущих подлинных вузов наших стран, которые заключили более 30 соглашений о сотрудничестве. В вопросах обеспечения безопасности проделана большая работа на межправительном уровне. В межправительное соглашение о сотрудничестве с реализмом было внесено дополнение об обязательной страховой защите туристов. На уровне предприятий, которые в индустрии есть страховщиков в двух стран создана и запущена система страховой защиты туристов на канале безвизового обмена. В настоящее время прорабатывается вопрос ее внедрения на визу в канале туристового обмена. В рамках года российского туризма в Китае запланировано проведение более 200 мероприятий, направленных на популяризацию России, увеличение масштабов и расширение географии поездок китайских туристов в нашу страну. В программе мероприятий представлены такие значимые проекты, как автопробег Кикин-Москва, проведение туристических выставок, презентация лиционных проектов в области туризма и многие другие. Знаменательно, что год российского туризма в Китае начинается таким знаковым мероприятием, как туристический форум. Позвольте пожелать участникам форума успешной работы, установления новых и личных контактов на основе дальнейшего ходоотворного сотрудничества. Продолжение следует...